МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уникальный эксперимент телеканала Беларусь-2. Каждую неделю герои нашего проекта инспектируют белорусские города. Под ревизию попадают гостиницы, кафе и достопримечательности. Причем наши инспекторы должны не только хорошо отдохнуть, но и сэкономить. А определять, кому и какую маршрут достанется, будет игра «Камень, ножницы, бумага». Елена Великая, прошу. Какая честь. Новый год к нам чится. Ну что, вы не сходите. Эй, есть анкот живой? Подождите, а люкс? Люкс у вас есть? Да, есть у нас. Люкс первой категории, 47 рублей 80 копеек. Ну, смотри, ну люкс. Папарать-клетка, из которой вытекает расплавленный сыр. Привет, это «Камень, ножницы, бумага». Куда отправиться на новогодние каникулы в Кличев или в Кареличев? Где дешевле гостиницы и где вкуснее кормят? Сегодня это узнают наши инспекторы Лена и Гена. Лена предпочитает отдыхать дешево и экономно. Она считает, что бюджет и планирование – вот секрет успеха хорошего отдыха. Геннадий – тревел-блогер. В Беларуси знает каждый город, городок и агрогородок. О своих путешествиях рассказывает в Инстаграме и обещает подписчикам, что покажет им Беларусь с новой стороны. Привет, Гена, привет, Лена. Привет. В этих конвертах два маршрута, оба на Кам, один в Кареличи, другой в Кличев. Я так понимаю, что Гена был и там, и там? Предполагаю. Я не был ни там, ни там, если честно. Да ладно. Да. Просто в Кареличах. Я знаю, что когда он с Кареличами мир находится, ну, безусловно, в мире я был, само собой. А вот сами Кареличи, Кличев, ну, интересно. Ну, да, тем интереснее. Ну что, давайте сыграем в Камень, Ножницы, Бумага для того, чтобы разобраться, кто и куда поедет. Готовы? Я хочу в мир. Я тоже. Давай. Камень, Ножницы, Бумага. Раз, два, три. Тянешь первый. Кареличи. Соответственно, у меня Кличев. Ну что, Лена, я так понимаю, что все-таки с тревел-блогером соревноваться это не очень честно для тебя. Ну, как-то вот неравноценная история. Наверное, он знает больше. Поэтому тебя ждет Кличеве сюрприз прямо под елкой. А что и кто это будет, ты узнаешь совсем скоро. Как я и ожидал, в общем-то, Кареличи меня особо не поразили, особо не вдохновили и особо не удивили. Мы на центральной площади городского поселка Кареличи. Первое упоминание – конец 14 века. 125 километров от Минска и почти 7 тысяч жителей. Но я прекрасно знал, что рядом с Кареличами находится изумительное место – Мирский замок. И где же, где же мой подарочек? Я, кажется, знаю этого человека. Привет! Привет, привет! Это Ален Хит, если вы не узнали, артист белорусской эстрады. Очень приятный подарочек! О, я у тебя уже заждался, немножко так замерз, поэтому готов к экскурсиям. Расскажи, что сегодня будет? Подарок действительно вау! Ну, я рассчитывала получить нечто материальное, думала, Новый год. А нет, там оказался человек, и не просто человек, а наш артист Ален Хит. Посмотри, что мы с тобой нашли. Это же рок изобилия! Пока я гулял, пока я ждал вас, мне как раз-таки рассказали, что здесь проходили дожинки. И вот, собственно, статуя об этом говорит. Дожинки 2017. Вот она! Настоящая белорусская готика. Один из четырех объектов в Беларуси, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы прибыли в поселок Мир Карельского района, чтобы видеть один из самых крутых замков Беларуси. Мирский замок. Погнали! Обратите внимание, парк есть, но никого, ни души. Зимой, видимо, не принято тут гулять, поэтому мы с тобой прогуляемся. Есть вот парк, мы по нему прогулялись, я даже нашла в этом парке сцену. Встречайте! Солистка Белтелерадиокомпании Елена Великая. Прошу. Какая честь! Новый год к нам мчится! Обязательным атрибутом любого замка являются оборонительные башни. В Мирском замке их пять. Мы с вами поднимаемся по центральной башне замка. Обратите внимание, какие узкие проходы. И по ним бегали люди с оружием. Но это неспроста. Да, узкие проходы компенсируются толстыми стенами, которые нужны были для оборонных целей. Вот эта вот штука называется машекуль. Наклонная бойница. Прямо отсюда можно было вести обстрел сверху неприятеля или просто сбрасывать ему камни на голову. Спасибо поисковой системе. Я нашла мемориальный комплекс в деревне Усакина. Олег, а знаешь ли ты, что мы находимся в самом лесном уголке Могилевщины? Партизанский край. Так говорят о Кличевской земле. И не просто так. Потому что в годы Великой Отечественной войны здесь находился центр партизанского сопротивления. Да, я слышал об этом. А еще знаю, что на территории Кличевщины построено 59 памятников, которые напоминают о событиях той страшной войны. И сейчас мы находимся на самом крупном из них мемориальном комплексе Усакина. Это не что иное, как камин. Он находится в одной из башен, но использовался он не для обогрева людей. Огонь здесь поддерживался для того, чтобы зажигать от него фитиль и подносить к огнестрельному оружию. А вот этот камин уже сделал непосредственно для жилых целей. Дело в том, что в одной из башен в 1930-х годах жили люди. И что меня удивило, там оказалась реставрация той самой партизанской деревни. Оль, спасибо. Давай, держись. Сема сойти. Только прицеп. Вот так вот люди жили в военное время. Олег, мне кажется, я нашла место, где ты сможешь сегодня переночивать. Ну, хотя бы есть крыша над головой, и это радует. А, ты согласен? Нет. Жуть. Я бы тут зимой не выжила точно. Очень холодно. Присаживайся. Пойдем, пойдем дальше. А чаю попить? А чаю. И даже чаю не поприваешь. Не с чайника, нет ничего. Смотри-ка, звезда какая привередливая. Не хочет сюда садиться. Боится выпачкать пятую точку. А мы такие. Пойдем, пойдем. Мирский замок вообще очень, очень хорошее, интересное место. Там очень хорошо развита инфраструктура. И в этом смысле он выделяется очень сильно от многих иных белорусских достопримечательностей. В Мирском замке 39 экспозиционных залов. Экспонатов очень много, но некоторые на самом деле стоят внимания. Вот это оригинальная матрица печатей основателя Мирского замка Юрия Ильинича. Вы не поверите, но это самый большой фрагмент аутоэтичной стены в замках Восточной Европы. Очень красивый потолок. Это кессонный потолок. Говорят, что в Вавельском замке в Кракове примерно похоже. Но я думаю, что у нас лучше. Что там? Что там? Что там? Ну, Олег! Не, я не хочу, я боюсь. Олег, подожди! Заинтриговал. Нет, зайди ты сначала. Ты так землянных боишься? Пас. Там ничего нет. Посещение этой деревни не стоило ни копейки. Да, собственно, там и некому брать. Потому что вокруг ни души. Вот она, настоящая, типичная замковая тюрьма. Деревянные колодки, в которых фиксировали человека, чтобы он страдал. Железные кандалы. Кстати, изначально вход был не оттуда, отсюда я зашел, а вот отсюда. Входной билет стоит 12-14 рублей. В зависимости от того, посещаете вы объект в будний день или в выходной. Ну, в общем, выглядело это примерно так. Ну все, ну скажите мне. Эй, есть там тот же вы? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Новый год к нам мчится. Эй, есть там тот же вы? Похоже, Гена ведет не самую честную игру. Нет, чтобы искать достопримечательности прямо в Карельче. Но нет. Он взял и отправился в Мирский замок. Он недалеко находится от этого городка. Никто не спорит, что там есть на что посмотреть за 12 рублей. Ну, а что же, Лена, в Кличе прямо под елкой ее ждал сюрприз в виде звезды. Именно там она встретила певца Алина Хитта и с ним отправилась гулять по городу. Цена удовольствия – 0 рублей. А теперь сравним цены на местные гостиницы. Есть в Кличе единственная гостиница, опять же. Что меня удивило, что она в принципе есть. Я прослежу за тем, чтобы этот номер был бюджетным. Давай сначала посмотрим, что она готова нам предложить, а потом уже будем думать, оставаться здесь или нет. Мы решили шикануть, а, собственно, почему и нет, и остановиться в гостинице прямо в Мирском замке. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы заказывали у вас самый бюджетный номер. Но даже самый бюджетный номер оказался, в общем-то, не таким и бюджетным. Он стоил 125 рублей. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько у вас стоит самый бюджетный номер? Бюджетный. Самый дешевый номер двухместный. 18 рублей 64 копейки за сутки. 18 рублей? Отлично. Подождите, а люкс? Люкс у вас есть? Да, есть у нас. Люкс первой категории 47 рублей 80 копеек. Ну, смотри, ну люкс. Но опять же, эти звездные замашки. Я не понимаю, Олег, вот мог бы. Мог, но не захотел. Говорит, ну могу тут хотя бы пошиковать немножко. Хочу люкс, и все, и уперся. Вот именно так выглядит самый бюджетный номер в гостинице в Мирском замке. Диванчик, картины, столик и второй этаж. Хороший, но простой ремонт. Ничего лишнего. Единственное, что, конечно, меня порадовало и удивило, это то, что там все номера двухэтажные. Лестница немного крутовата. Так, и здесь у нас два спальных места. Ох, красота. Ооо, вот это я понимаю. Здесь мне нравится. Ну, проходи в мой номер, посмотри, как я буду ночевать сегодня. Мне кажется, мне кажется, я тоже так хочу жить. Ты присядь, попробуй. Ну что, в принципе, вполне комфортно для того, чтобы отдохнуть после продолжительных и очень интересных экскурсий по Мирскому замку. В общем, я буду осваиваться и пробовать на себе все удобства и удовольствия, которые предоставляет нам люкс-номер. Итак, кровать. Удобный матрас. Две кровати, прошу заметить. Так что, может быть, кто-нибудь заглянет ко мне сегодня. Телевизор, кондиционер. Вы получаете в самом дешевом номере. Закрытая дверь. Ну, здесь вообще уже просто можно пригласить кого-то на деловой ужин, обед. И я вижу, что здесь есть посуда. Вот, смотрите, все есть. Еще, наверное, стоит отметить, что там была система «Умный дом». То есть некая система управления, регулировки светом, дистанционной и так далее. В номере очень удобный душ, санузел. И, кстати, есть еще сейф. В общем, в целом, если говорить, то номер достаточно комфортный. Особенно, если учесть, что он самый бюджетный. Хотя 125 рублей, ну, не самый бюджетный. Есть телевизор и есть кухонный уголок. Правда, приготовить еду тут, в общем-то, не на чем. Да и посуды нет. Идем в уборную, проверяем, есть ли горячая вода. Ну, душ, все как надо. Проверим. Чисто. Чисто. Люкс, люкс, ребята, это люкс. Так, горячая вода. Ну, если очень долго ждать, наверное, она появится. Что, ребят, я отдыхать. Давайте. Тревел-блогер Геннадий и тут решил не экономить. И выбрал номер прямо в мирском замке за 125 рублей. Это, кстати, самый дешевый из имеющихся. Причем двухуровневый и из системы умный дом. Ну, конечно же, в Кличеве такой роскоши нет. Зато звезда закомандовала, что хочет жить только в люксе. И стоит такой номер 46 рублей. Номер двухкомнатный. И с огромным шкафом влезут все концертные наряды Алина Хита. Пора, я думаю, узнать, кто дешевле питается. Тревел-блогеры или артисты. Мы, в общем-то, решили испробовать единственный в карельчах ресторан. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, очень бы хотелось покушать. И желательно недорого. Что тут у вас есть? Убирайте первый, второй комплекс. Ага, есть комплексы. Замечательно. Ну, опять же, звезда сказала. Я поеду в ресторан. Вполне свинничает. Да, и новогоднее настроение чувствуется. Я чувствую, что у нас здесь покормят. Очень вкусно. Ну, насчет нас не знаю. Тебе точно надо поесть. Напоминаю. Никакой красной икры. А рыба красная. Никаких деликатесов. Нет, мы экономим. Я буду комплекс номер два. Хорошо. Присаживайтесь за столик. Минут 20 будет все готово. Спасибо. Ресторан оказался небольшим. Посетителей абсолютно не было. Поэтому, собственно, на нас и работала вся кухня. Так, есть, смотри, на английском языке версия. Уровень. Так, комплексные обеды брать не будем. У нас, вроде, все-таки не обед. Комплекс это всегда дешевле. И у нас обед. У нас обед, но давай что-нибудь традиционное выберем. Поэтому мы заказали ему горшочек с драниками и мясом. В прикуску салат какой-то местный, знаменитый. Они его хорошо прорекламировали. И чашку кофе. Итак, комплекс номер два, который я заказал, включает салат нежный, рассольник ленинградский, картофельное пюре и котлеты папа-радская ветка и чай. Ну что ж, приступим. Ну, а для того, чтобы вообще раскочегарить всю эту кухню, понадобился час. Еще примерно минут сорок мы ждали свой заказ. В общей сложности мы там провели часа полтора. В общем, мне перенесли салат и горячее. Горячее становлено потом, конечно. Давайте распробуем, что это за салат за три рубля. Так. Шампиньоны есть, ананас есть, ветчина есть. Все, как обещали. Попробуем. Это вкусно. В салат нежный входят крабовые палочки и в меню было написано, что входит еще киви. Очень вкусно. Это то, что я хотел. На самом деле, в Минске пробовал в нескольких заведениях и только в одном сумели приготовить так, как я люблю. Горшотик вот с кусочками мяса. И драйниками, конечно. Давайте попробуем. Немножко не жуется. Рассольник ленинградский. Ну, в общем-то, как и везде, да? Вкусно. Вот это хороший вкус. Кусок мяса хорошим. В общем, единственное, что мне нравится, но хотелось бы больше мяса. Папарадь-кветка, из которой вытекает расплавленный сыр. Ммм, выглядит очень вкусно. Думаю, что на вкус это тоже неплохо. Ммм, красота. Скажу так, то есть, если я еще раз пойду в Кареличи, то я пойду туда еще раз покушать. В общем, за все я отдал 5 рублей 70 копеек, и в принципе, это совсем недорого. Итак, вот он момент истины. Сколько же стоит вся эта музыка? Барабанная дробь и хоп! 6 рублей 47 копеек. По-моему, весьма недурно. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Подождите, аэлюкс? Люкс у вас есть? Люкс, да, есть. Папарадь-кветка, из которой вытекает расплавленный сыр. Алинхит очень требовательный клиент. И, кажется, ресторану в Кличе грозила запись в жалобной книге. Потому что супа не было, драники были жестковаты, а заказ несли целый час. За все это Алинхит заплатил 5 рублей 75 копеек. А вот блогеру Геннадию в Кареличах все понравилось. За обед он заплатил 6 рублей 70 копеек и остался вполне доволен. Ну а теперь пора развлечься. Сейчас у нас задача найти для себя какие-то развлечения. Ну судя по тому, что тут единственный дом культуры и все. В городе никого. Ну просто реально шли по улицам. И где-то вдалеке, может быть, одного-два человека мы видели. Извините, пожалуйста! Одна единственная девушка, и та убежала. Безусловно, когда стал вопрос о том, чтобы выбрать какое-то развлечение в корейческом районе, это было непросто. Сейчас мы попробуем собственными руками с мастером Евгением сделать... Что вы будете делать? Шпан. Шпан. Отлично. Так, Женя, рассказывай, что мне нужно делать? Подкачитель немножко, я же была. Я никогда не был на подобного рода предприятиях, и мне было безумно интересно, в первую очередь, посмотреть и попробовать самому, как это происходит. Я вам признаюсь, я с детства мечтал своими руками что-то сделать похожее. Ну, как нам сказали, да, то есть все со слов, что это единственное в Беларуси предприятие по производству керамических изделий, где остался полностью ручной труд. Мы впервые в Кличеве. Скажите, пожалуйста, где развлекается, как отдыхает культурно местное население? Отдыхает. Ну, парк отдыха здесь. А Дом культуры мы сейчас едем. А что в Доме культуры сегодня будет происходить? Ну, там ничего не происходит, мы просто репетируем репетиции. Репетиции к чему? Концерт у вас какой-то? Ну, да, там кружки разные. Петь будете? Ну, да, да. Можно на репетицию попасть? Это интересно. К Новому году. А можно к вам на репетицию напроситься? Вот, видите, переход пошел вверх. Не давите внизу. Вверх, вверх поднимаем. Поднимаем. Плавно, не спешите, не дергайтесь. Уникальная возможность поприсутствовать на репетиции перед новогодним праздником. Слава, может, и нас включат в концерт. Это ведь не в центральный вход? Два пальчика. Вот так. И снутри, снутри на этих два пальчика делаем дюбку. И снутри посередине на этих два, чтобы хорошо. Первый жбан у меня получился комом. Это нормально. Ну, что-то у меня не сильно получилось. Ну, ладно, я попробовал, галочку поставил и здорово. Все, вот они, золотые руки, да? Да. Спасибо, Женя, большое. Это очень интересный опыт. Ну, и самое главное, посмотрите, какая красота получается в итоге. Вот такой, да, должен быть? Они нам сами сказали, что, в общем-то, мы готовы общаться абсолютно со всеми, кто к нам придет. Мы для всех сделаем экскурсию бесплатно. Покажем, расскажем. Поэтому, ну, в общем-то, здорово. К нашему великому разочарованию на репетицию пришло всего лишь два человека, и они жутко стеснялись. А мне кажется, на репетицию пришло гораздо больше людей. Просто они скрывают то, что они подготовили для жителей в новогоднюю ночь. Поэтому... Думаешь, интрига? Интрига. Поэтому все-таки приезжайте и посмотрите воочию, что они приготовили. Не, ну, суть-то не меняется. Мы с тобой остаемся без развлечений. Что мы будем делать? Мы будем... Петь! Петь. Давай. Пойдем. Поехали. Новый год к нам мчится, скоро все случится. Привет. С возвращением. Привет. Ну что, как вы съездили? Я отлично. Звезда оказалась капризной? В некоторых смыслах, да. Особенно, что касается проживания. В плане питания он тоже пытался замахнуться на красную икру и семгу. Но ты не дала. Отказала, да. Но проживание уже уступило. Потому что не сильно большая разница. Как Кареличи? Ну, честно говоря, как я и ожидал, Кареличи сами по себе так себе. Соусо. Делать там особо нечего, я так понимаю? Ну, я думаю, да. Ну, в общем, получается, что и твое развлечение было бесплатным, и то развлечение, вернее, его полное отсутствие, которое нашел Ален Хит с Леной. Давайте подводить итоги, кто сколько потратил. Итак, Ален Хит вместе с Леной в Кличеве потратил 51 рубль 70 копеек. Гена, ну, понятно, что ты проиграл, потому что, конечно, номер в мире был дорогим. Ты потратил 143 рубля 70 копеек. Ну, понимаешь, меня можно оправдать. Я много раз был в Мирском замке, но ни разу не был в гостинице Мирского замка. И ты решил шикануть. Я не смог удержаться. Мне безумно хотелось глянуть, что это, как это. И так. Это был проект «Камень и ножницы и бумага». Не стоит кидать камни в проигравших. Лучше проверьте все на себе. Пока. Но главное достопримечательство... Ты мужчина или где? Давай. Я пить хочу. Я с тобой не выжила бы в лесах. Так мы же начинали с холодильника. Все нормально. С холодильника начинаем? Говорим. Думать не надо. Нужно сначала подумать. А, то есть я просто ничего не говорю. Лен, все правда вкусно. Очень спасибо тебе огромное. Очень вкусно. Спасибо. Так. Здесь мы переблем, да? Вам, как я снимаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подписывайтесь на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин.